Всем привет, друзья, гости моего канала, а также мои подписчики. С вами, как всегда, Александр Ироша. Друзья, сегодня я хотел бы для вас сделать небольшое вступление, новое вступление. Оно будет немножечко отличаться от того, что я делал раньше. Отличаться оно будет тем, что я буду передавать приветы городам, странам, да вообще, в принципе, и людям, если вы этого захотите. А сегодня лично от себя я передам привет Казахстану. Ребята, спасибо большое, что вы меня смотрите. Вы крутые. Ну что ж, друзья, а теперь давайте перейдем к самому важному, да, сути сегодняшнего видео. На самом деле все очень просто. Многие мне рассказывали по поводу того, что Стаффорд либо Питбуль загрыз Бульдога. Честно говоря, мне стало интересно. Я стал искать этот материал, и я реально его нашел. Но, честно говоря, также в этом материале я открыл для себя новую породу. Стаффорширский Питбультерьер. Да-да, вы не расслышали. Стаффорширский Питбультерьер. На самом деле реально очень интересно. Но, честно говоря, судя посмотрев, вот этот материал не хотел я его делать. Вот, честно говоря, не хотел. Потому что, ну, это все обыденно, это все постоянно. Одна собака сожрала другую. Ну, что в этом интересного по факту? Но, ребят, поверьте, я этот материал сделал, поверьте, не из-за собак. Я думаю, сейчас, когда вы посмотрите это видео, вы все поймете. Погнали! Мы с папой выходили в парк гулять с собакой. Напал стаффорширский терьер без поводка, без намордника. Хозяйка была с подругой подвыпившей, то есть не в адекватном состоянии. Собака накинулся, кусила нашу за ухо, за шею. Оторвать невозможно. Через, наверное, полчаса, пока душила нашу собаку, она скончалась. У папы рваные раны руки, рук, и покусанные пальцы, ноги и так далее. Мы вышли вечером в 9.15 с моим псом погулять в парк в районе Олены Телеги, и на нас напал стаффорширский петбультерьер. Моя собака была убита, и я разнимал просто мертвую свою собаку, был искусан. Ну, в процессе этого я тоже разнимал собаку. Какие травмы вы получили? Ну, кисти рук у меня были искусаны, травмы, ног там незначительные. И вот такая ситуация у нас. Песа в России оказали помощь, то есть? Ну, да. Мне оказали помощь, приехала скорая, потом приехала полиция. Пес мой был мертвый, а стаффорширский интерьер его трепал. Полиция задула его газом, и моего пса, и меня тоже, когда я разнимал это все. Ну, он мне опять нанес какие-то раны, и в конце концов я пришел опять в травмпункт. Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, что это такое было в конце? Нет, вы не расслышались именно про этого мужика, потому что это не он, это это. Понимаете, вот как можно так? У тебя погибла собака, у тебя, считай, на руках ты растаскивал, а ты потом, ну вот, у меня погибла собака. Дайте, я лыбу так же растяну, и вот, ну что поделать, я растаскивал, но я вот такой. Это, блядь, что вообще такое было? Вы мне можете объяснить, пожалуйста? Я не могу представить сейчас вот человека нормального, здравого, которого с головой все в порядке, когда у него погибла собака, и он стоит и с улыбочкой такой рассказывает, как он оттаскивал собаку. Шок? Да нет, ребят, это не шок, абсолютно, он спокойно разговаривал. Посмотреть на его дочку, да, там видно, там, траур, понимаете, а здесь что такое-то? Мне кажется, он даже рад был, что он от этого бульдога избавился, вот честно я могу сказать. Зачем ты тогда вообще оттаскивал, а? Потому что он, когда рассказывал, вот эта улыбка на уши мне напомнила просто одно видео. Это реально просто жесть. Вот такое вот видео, ребят, честно говоря, реально, не хотел его делать, но когда увидел этого мужика, думаю, обязательно надо его сделать. Но вот сейчас я вам покажу именно тот материал, который я вам сегодня хотел показать. Мне это видео очень понравилось, но одновременно также очень сильно не понравилось, потому что те вещи, которые происходили там в кадре, меня реально шокировали. А видео это называется «Питон против собаки». Представляете, это реально круто, такого практически не увидеть, что схватку питона и собаки. Я понимаю, тех людей, которые из террариума, там, животные, выползли, вполне возможно, они это видели. Но, честно говоря, обычные люди, такие как я и многие из вас, у кого нету рептилий, в принципе, это видеть не могли. Ну что же, ребят, давайте посмотрим, и вы реально сейчас поймете, что мне не понравилось. А если не поймете, я вам все расскажу. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Ироша, ждите новых серий До скорой встречи ДimaTorzok